В нашей замечательной, исторической танковой игре за 6 лет существования скопилось более 200 коллекционных и премиумных танков и постоянно вводятся новые. Так как, видимо, разработчики считают, что их нам категорически не хватает и это одна из главных проблем в World of Tanks Blitz. Нет, не эта подкрутка на слив после хорошей серии побед. О, какой поворот! Ясно, пошел я нахуй. Танк уничтожен. Тут такого не бывает. Главной проблемой является мало контента. Впереди грядет Новый год и, как мы уже все привыкли, нас ожидает великая распродажа. Представляете? 200 танков и большая часть будет распродаваться. Возникает вопрос, а что же купить? Я решил для вас составить топ платных танков, которые, возможно, я подчеркиваю, возможно, будут продаваться и их наличие в вашем ангаре закроет абсолютно все потребности. И фарм, и нагиб, и фарм, и нагиб, и фан, и все, что хочешь. Поэтому заваривай чайферочек, отложи все свои дела минут на десять и наслаждайся видосиком. Итак, начнем с низов. Креститель, он же уничтожитель. Казалось бы, при чем тут седьмой уровень? Но раз в год и палка стреляет. Запихивая в очередной ивент плод действий тяжелых наркотиков и просмотра фильма «От заката до рассвета», в ИГС слегка не подрассчитали и ввели имбу. Да такую, что все танки на седьмом и ниже уровнях для него просто шутка. Все дело в сочетании дьявольского орудия, как у секс-машины. Которая за выстрел сандалит три снаряда со средней альфой в 210 единиц. Что в теории при удачном раскладе обложит противника налогом на прочность в размере 630 единиц урона. Далее, спустя 13 секунд операция повторится. В итоге, в хорошем замесе буквально за три выстрела вы сделаете почти 2000 урона. И это все произойдет менее, чем за полминуты. Если вы подумали, что это все, чем может удивить Креститель, то вы ошибаетесь. К этой ядерной смеси добавляем 8 градусов ОВНов и 200 миллиметров брони во лбу башни. Прощай, седьмой уровень. Да, Креститель еле передвигается по карте. Всего 35 км в час максималка. Но и этот минус был решен введением усиленного форсажа. Просто снаряжаем максимально танк на откат снаряжения. И каждые 50 секунд мы подливаем в двигатель огромную дозу азверина. Все, имба готова. Так как настрелять ОВР 3К в боях на нем не сложно, то и приносить серебра он будет от 65 тысяч и выше. То есть официально можно сказать, что на седьмом уровне есть единственный прем-танк, который нагибает и при этом фармит. Как не в себя. Не факт, что он будет на Новый год, но как в случае с Дракуой, Могильщиком и прочим историческим предом, он точно появится в продаже. И тут вы не должны жалеть родительские кредитки. Кстати, ходят слухи, что покупать танк с родительской кредитки гораздо приятнее. Даже если вам далеко за 30. Едем далее. Восьмой уровень. Пожалуй, на этом уровне сосредоточено максимальное количество премов, от которых разбегаются глаза. Но, поверьте мне и моему опыту, лишь парочка из них лучших. С пятерку хороших, а все остальное пиксельный хлам. Под хорошими я имею в виду такие премы, как Ревлю Резе, Ваза, Скорпион, Цент, Акшен Икс, Акула, Левчих и, может быть, с пивком Супер Першинг. А вот один из лучших это Прагетто 46. Итальянский танк с системой дезарядки. Как я и говорил в обзоре, если вы откроете его ТТХ, то с экрана сразу скверно запахнет. Но, но, в деле этот механизм надежнее, чем швейцарские часы. Быстро впарывая три снаряда с средней альфой в 240, вы получаете более 600 хп преимущества, а затем стреляете, как обычный стэшка, по 240 каждые 6 секунд. В итоге вы будете выигрывать 100% тупых перестрелок с любым средним и легким танком этого же уровня и уровней ниже, а также с ПТ-САУ. За исключением по Антере П-44, так как там такая же система. С ТТ это не работает, потому что количество их хп теперь в итоге даст им достаточно времени, чтобы отправить вас к двум праотцам. Чтобы с ними было проще справляться, орудию Проги накинули 9 градусов УВНов и дали потрясающую динамику и максимальную скорость. 55 км в час вперед и 20 назад, что немаловажно. Рецепт имбы готов. Однако, в отличие от Крестителя, у Проги не все так гладко. За свои характеристики она расплатилась броней, что очень возбуждает фугасных алкашей. Поэтому играть надо очень аккуратно. Будто вы занимаетесь сексом с своей подружкой на матрасе, заполненной нитроглицерином. Что касается фарма, то накидать под 3к на ней не проблема, поэтому и вывозить будешь под 80 тысяч серы чистыми. Далее, повышаем градус. Химера. Лучший прем 2020 года по версии... О, чудо 8585. Для меня это реально самый приятный, офигительный премиум танк, который Wargaming ввели за последний год. Я думал, ему станет Эмиль 1954, но его не ввели, за что я до сих пор очень сильно обижен на разработчиков. Как будто бы эта имба испортила рандом. Нет, дорогие, то, что мертвого умереть не может. Зря вы так с ним. Но речь не об этом. Химера. Уникальность этого танка заключается в очень многокомпонентном танковом коктейле, состоящей из тяжеленной альфы в 440, пробитий в 218 миллиметров, УВНов в 10 градусов, динамики, ведь максималка 50 и 20 назад, которая она набирает практически моментально. Брони, потому что как бы лоб 203 миллиметра, это немало. И количеству прочности в 1484 единицы. Фух, устал перечислять. Вот это все про нее. Да, вам может показаться, что КД у нее долгая, в 13 секунд. Да, и сведение с разбросом больше похоже на ТТшное. Но на практике все совсем по-другому. КД вполне себе терпимый для такой альфы, ибо частенько она улетает за 500. А проблему с разбросом и точностью решается с помощью снаряжения. В итоге 3К налупить не составляет никаких проблем, что дьявольски обогащает вас в конце боя. Нагиб и фарм в одном флаконе. Сейчас она продается, и ее стоимость 9К голды, и это копье для такого крутого танка. Лучшая новинка 2020 года. Двигаемся далее. Десятый уровень. Т-22СР. Не буду оригинальным. Уникальнейший советский коллекционный танк. Невероятное сочетание профиля, брони и орудия. Суперская СТшка, которую я вам советую прикупить на Новый год. Эта история не про фарм. Забудьте, это, ребят, нагиб. Его нельзя сравнить ни с одной советской СТ, так как он уникален в своем умении танковать. Порой заблокированный урон может превысить набитый, и это не редкость для Т-22СР. Никогда не сравните его с Т-62 и Т-140, потому что даже при больших показателях в ДПМе, броня Т-22СР вытаскивает его на новый уровень. И если посмотреть статистику у топовых игроков, то становится очевидным превосходство Т-22СР. Чтобы нагибать на нем, у него есть все. 3 506 урона в минуту. Низкий профиль, броня, экраны, отличная маневрность и максималка. Единственным минусом может быть сам игрок и статус танка. Пока что претендентов не было. Ни разу на моей памяти не нерфили коллекционные танки. Но я могу забыть, так что напомните в комментариях, был ли такой случай. Песок не в счет. Однако, такая возможность все-таки сохраняется, и это минус. Если вас не пугает данный факт, то Т-22СР просто обязан быть в вашем ангаре. И последний в нашем топе танк Чифтейн МК-6. Универсальная мощная машина на 10 уровне, которая еще и прекрасно фармит. Сейчас, в теории, его можно получить бесплатно и из рандомных сундуков, которые выдаются за бои. Но, скорее сало станет еврейским национальным блюдом, нежели вы достанете его бесплатно. Тем не менее, шанс, что он будет на новогодней распродаже, невероятно высок, поэтому я настоятельно рекомендую его к покупке. Вся его сила сосредоточена в сочетании высокого для ТТ ДПМа, комфортности в стрельбе и хорошей брони в башне. Также Чифа снабдили шальными фугасиками, что придает небольшую пикантность в стрельбе. Идеальная машина для убийц, просто идеальная. После относительно недавнего аппа практически всех тяжей, Чифтейн стал еще более грозным и актуальным. И что-то мне подсказывает, что он может смело претендовать на роль лучшего ТТ в игре. Но это надо еще проверить. Тем не менее, накидывать по 3000 на нем very easy, что в конце боя будет плюсовать вашу казну на более чем 60 тысяч серы. Согласитесь, для десятки это мощно. По сути, можно иметь только его в ангаре и более не смотреть в сторону других премов, но, как показывает практика, для эффективного фарма требуется хотя бы несколько танков на разных уровнях. Вот такой топ самых актуальных премов у меня получился. Я считаю, что многие с ним согласятся. Имея всю эту шоблу в ангаре, вы можете навсегда забыть о скучном и унылом фарме, а также делать это не во вред для своей статистики. Если в период распродаж данные танки будут появляться в нашем магазине, то можете смело их брать даже не думая. На декабрь и ближайшие полгода это будет актуально, так что не прогадайте. Теперь, дорогие мои, я предлагаю вам приготовить свои места для ловли воздушно-электронного засоса. Проверить, поставили ли вы лайки. Проверили? Поставили? Молодцы, ловите. Урауууа... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова